Она погибла при взрыве Домодедова, и после ее гибели мы сделали спектакль в Театре ДОК в Москве. И какое-то время он благополучно шел и, собственно говоря, идет до сих пор в театре. И возникла идея создать фильм. Мы, в общем-то, из пьесы сделали кино, и сейчас идет спектакль, есть фильм. И мне кажется, что это два совершенно разных таких, назовем это продукт, два разных совершенно продукта. То есть я имела косвенное отношение к ее первой публикации. Она впервые опубликовала в журнале искусство кино, где я все в жизни служила. И так сошлось трагически, что она летела к нам в журнал, чтобы как-то взять в руки журнал с ее первой публикацией, и случилось то, что случилось. Поэтому давайте помолчим и в память о ней хотя бы минуту. Светлая парень. Спасибо. Я под очень сильным впечатлением от этого фильма. Таким сильным, что довольно сложно говорить. Да, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Прежде всего, сквозь этот фильм мне очень понравился. И особенно мне понравилось, что не было яркой популяризации героев, не было очень положительных, не было очень отрицательных. Скажите, о ком герои симпатизируют вы сами более всего, и почему? Ой, Боже мой, сложный вопрос. Вы знаете, я, наверное, не отвечу прямо, я расскажу про героев вообще, в принципе, потому что, допустим, бабушка, да, Наталья. Ведь есть же кастинг, и можно выбрать любого, ну, не любого, конечно, артиста, да, я могу выбрать, но могу в каком-то спектре выбрать какого-то актера, да. И каким-то образом выбор падает на определенного артиста, да. И, в принципе, можно было взять какую-нибудь более неприятную артистку с более неприятной внешностью на эту роль. Ну, это было бы возможно, в принципе. Я взяла очень приятную мне артистку, у нее довольно сложное лицо, но я не считаю, что оно отталкивающее, ну, на мой взгляд. С Кристиной был тоже сложный выбор изначально, мы очень долго искали девочку, и... Мне тоже кажется, что это то, какая получилась Кристина, Кристина получилась, конечно, она могла быть тоже любой, любой другой, более вызывающей, да, более, там, какой-то... Боцман, опять же, мог бы быть, конечно же, совершенно другим, да, то есть я понимаю ваш вопрос, что, наверное, все персонажи действительно такие достаточно... Сложно сказать, не знаю, это мой кастинг, это мой выбор сознательный, конечно же. Кто мне симпатичный, мне тоже очень сложно ответить на этот вопрос, мне симпатичны абсолютно все. Никого не выбирала никогда, не могу ответить, не знаю, нет конкретных ответов. Мы просто любим эту пьесу, очень. Интересный, что мы задержали ответа. Следующий вопрос. Я услышала, что он действительно очень понравился, это пьеса, и что вы к ней ответственно относитесь. Но вы сказали, что конечный продукт фильма, съема фильма, и, по-своему, те, кто нравится. Чем ваше произведение отвечает от произведения «Театр Духа»? Это «Театр Духа» тоже мое произведение? Ой, не, ничего, вы не обязаны это знать. Они отличаются очень сильно, потому что есть, так же, в принципе, отличается кино от театра. И я понимала, что будет, изначально понимала, что будет большая проблема снятие кино по пьесе. И это очень такая вот грань, с которой можно очень сильно свалиться. И, в принципе, это была главная проблема, что у нас уже есть спектакль. То есть было очень сложно делать кино, потому что, наверное, по другому пути какому-нибудь бы шли, если бы у нас не было бы спектакля. Но так был спектакль, мало того, актеры играют те же в спектакле, практически все те же актеры играют. Ну, это не те же. Главные роли исполняют те же актеры, которые играют в кино. Те же в спектакле, вот Дима в том числе. И театральные актеры? Театральные актеры. Ну, как, они некоторые снимаются, естественно. Да, с театральным, конечно, образованием. Там есть не артист, который, допустим, Дмитрий Свердлов, который играет отца Владимира, но в основном все театральные актеры. И отличаются они, я говорю, тем, чем отличается кино от театра языком. Там есть много сцен, во-первых, которых нет вообще в театре. В театре другие какие-то способы решения. Сцен, естественно, сцен диктуют. Так как это закрытое пространство, нет возможности выхода никуда. Там есть условности. Здесь условности есть, но их гораздо меньше. Здесь все более конкретно, ну, тоже есть условности, конечно, свои, но кино, язык некий мы пытались все-таки найти. Но было трудно отойти от спектакля. Артистам было, как мне кажется, очень сложно. У Димы можете рассказать об этом. Они очень мучительно преодолевали это все. Я так скажу, мы снимали и параллельно играли еще. Ну, то есть, этот же спектакль. И вот было очень сложно. Да, было такое, что не днем съемка, например, а вечером спектакль. Да, вечером спектакль. Это было очень тяжело. И мы иногда скатывались в такой вот киноязык на спектакле. Понимали, что и наоборот, ну, там, понятно, Лера была за плейбэком, она могла сказать, так, стоп, и поработать. В театре нет такой возможности. И мы иногда так после спектакля собирались и говорили, так, сегодня мы кино сыграли, давайте-ка соберемся. Все-таки у нас театр. Ну, да, было сложно, потому что мы его играли уже в течение четырех лет к тому времени, этот спектакль. У нас там постоянные аншлаги и успех. Мы, в общем, уже так хорошо себя чувствовали, удобно, комфортно в этом. А когда вышли на площадку, в общем, Лера с нами боролась. Да, ну, мы Лере доверяем, поэтому... Лера, видите, у Вас есть уже какой-то киноопыт? У меня такой киноопыт, я, в принципе, же кинорежиссер по образованию. Да. У меня есть опыт документального кино. Я сняла, когда заканчивала курсы Марины Разбежкиной, «Одноклассник.ру». После чего я пошла на высший курс сценаристов-режиссеров, закончила там тоже. Ну, короткий метр там. Это первый полный метр. Так что... Ну, я надеюсь, что я вот продолжу. По профессии работать. Дело в том, что я, как бы, так сказать, смотрела, хотя погружалась абсолютно, но кто-то мне сказал, я спрашивала там, что-то мнение уважаемого умного человека о фильме, он сказал, что фильм очень хороший, но что-то там театральный. По-моему, абсолютно. Я ничего этого не знаю. Нет, по-моему, абсолютно. Найдена абсолютная, совершенно идентичная кинематографическая форма. Замечательный кастинг. Ну, просто... У меня просто нет ни единого замечания. Но меня больше всего беспокоит. Значит, прокат не слюбает, ведь картина. Это нас всех беспокоит. К сожалению, у нас нет ни одной нашей продюсерной ситуации. Ну, кто-то уже взялся прокатывать картины. У нас есть продюсеры. Вадимир Кот и Александр Кот. Да. Я думаю, что они будут этим заниматься. Пока нет, пока нет у нас никакой прокатной истории. Какие-то начинаются разговоры, и я пока не понимаю. То есть нет никакого конкретного ответа на вопрос проката. Поэтому пока не знаю. Ну, и судя по теме и по языку, который там используется, наверняка у нас возникла сложности. Важно. Это что, целомудренная церковь. Это не может отреагировать, как она обычно это делала. А мне вот такой вопрос. Лея, скажите, пожалуйста. Благодаря этой Вашей любви, совершенно, наверное, я ее абсолютно разделяю, что я видела в театрах. Эту пьесу ее тоже очень любят. Театральная версия. Вот. Мы все-таки взялись за кино по этой пьесе. Из-за чего? Из-за того, что аудитория театра все-таки малочислена. А Вам хотелось, чтобы этот материал был совершенно на другое для количества людей на зрителя. Какие-то зрители. Какой все-таки самый побудительный мотив у Вас должен быть? Ну, я не буду сейчас делать из себя какую-то героиню. Он самый побудительный был эгоистичный. Потому что я очень хотела сделать какой-то дебют в кино. Потому что это мое образование. Мне нужно было это сделать. Мне хотелось это сделать. И я думала материалом. И когда я думала материалом, мне первое, что пришло в голову, и никуда оттуда потом не ушло, пока я это не сделала, это язычники пьесы. Я считаю, что это абсолютно, абсолютное кино. И я не видела никакой проблемы это снимать. Мне все время казалось, что это надо снимать, это надо снимать. Но у меня так бывает и с другими некоторыми пьесами. Если я ставлю в театре пьесу, мне часто кажется, что эту пьесу надо снимать, а не ставить. У меня есть такая сложность с восприятием. Но здесь мне казалось, что надо это точно снимать. И так как-то вот сошлось все в одной точке, что мы это смогли снять, благодаря нашим продюсерам и усилиям разных других людей. Так что вот это был толчок. Я думаю, что это очень умное кино, очень болевое, на мой взгляд. Причем без точного возрастного адреса, потому что оно для всех, как хорошее художественное произведение. На самом деле, я не знаю, что как у зрителя у меня было ни секунды провисло моего внимания. Спасибо. Это колоссальное вообще удовольствие и скажу редкость. Спасибо вам, Игорь. Спасибо за это. Спасибо. Лера, не было хотя бы на уровне подсознательного какое-то желание вступить в полемику с агрессивной политикой нынешней православной церкви? Ну, когда я кино-то делала, я не думала об этом. У нас были разные там истории. Нет, я не хотела... Я снимала кино. Я не хочу заниматься политикой, вступать в какую-то полемику. Если фильм как-то случайно вступит в какую-то полемику, я буду тогда за это каким-то образом участвовать в дискуссиях. Но сознательно нет. Это не вызов. Это история семьи. Я не считаю, что это какой-то глобальный сильный вызов. Мне кажется, это про каждого человека. Про сомнения человеческие. Это просто про человека. Про сегодняшнего человека со своими сомнениями, запутавшегося в чем-то. Это не манифест, это не призыв. Я, по крайней мере, не делала. Не манифест, не призыв. Можно тему продолжить чуть-чуть? Тем не менее, на вас не давило какое-то внешнее, начиная от принятия законного защиты чувств верующих. Это безусловно. Конечно, это все естественно. Иначе бы это все не возникло бы вообще идея бы делать это в принципе. Конечно, все это происходит именно таким образом. Все вот это вокруг, вся вот эта масса всего, в чем мы живем, информационного фоли и так далее, это, конечно, именно это и подталкивает к тому, чтобы делать сегодня именно это кино. Ну, то есть, меня подталкивает к тому, чтобы взять эту пьесу и сделать... Хотя спектакль мы сделали еще до закона о защите. Да, тогда мы, да, сделали давно. Еще до закона о мать и до закона о защите права верующих. Чувств. И скажите, еще вот Эбилок, он был придуман чуть позже? Эбилок придуман не мной. Эбилок придуман на мне Липлонской. Это есть в пьесе. И мы сняли... У меня была такая... Я ставила себе такую задачу. Я хотела практически сделать из пьес сделать фильм, мало что меняя. То есть, да, мне пришлось добавить там несколько сцен от себя. Ну, то есть, каких-то небольших сцен, чтобы это был фильм. Что-то убрать. Потому что, я еще раз говорю, в театре что-то возможно на сцене, да, в кино что-то невозможно. Невозможно бы показать просто монолог, потому что у вас нет контакта с актером. Но это кино. Невозможно повторить. Невозможно всю пьесу взять так и поставить. И поэтому мы стали, ну, работая на пьесе, менять уже что-то просто по ходу. Какие-то нюансы. И я забыла ваш вопрос. Про эпилог. Про эпилог. Про эпилог. Я просто начала с пьесы куда-то улетела. Извините. Про эпилог. Эпилог есть в тексте там эпилог. И был большой вопрос снимать эпилог или не снимать эпилог. Ну, зачем снимать эпилог? Но вот я думала-думала и решила сократить его и снять. Потому что мне кажется, он важен. И я оставила только то, что мне там важно. Я убрала там достаточное количество текста. Оставила самое главное. Мне кажется, важный эпилог. Мне кажется, он нужен. Поэтому его оставили. На мой взгляд, вам удалось... Хотя многие меня убеждали, кто смотрел кино. Очень уж рад. Вы знаете, вам на мой, по моим ощущениям, вам удалось вывести этот фильм на катасис. Это очень приятно. Как раз читала сегодня ночь, пока я ход по пути Аристотеля прокатался. Так что вы это видите опять в падении. Очень приятно. По этой тишине, которую я сегодня здесь вас встречала, у нас появляется первый раз такая изменяющая тишина. Который зал не дышал. Который зал не дышал. Здесь у нас парадистическая тихость. Ну и вообще, вот удивительно, как вот эта бабуля в ламу входит в дом сына и какое-то мистическое поле возникает, так и вокруг фильма это возникает, и на лестнице предвестники. Вот вчера я там, готовясь к завтрашней своей дискуссии, писала и вспоминала о том, что еще в 95-м году были, одновременно появились несколько фильмов на Кино-Коктавре, и мне казалось, что это будет вот в этом стриме, начнется рефлексия русской идеи, значит, веры православной и прочее. И вспоминала фильм Хатиненко и Золотухи мусульман. Я училась в Хатиненко, он мой мастер, поэтому... Ну, после этого молчание. То есть у нас, как бы, нет крейсерского движения у нашего кинопроцесса. Так что-то ты думаешь, что вот оно все началось, вот, все сворачивается, опять все с нулей начинается. И так вот уже почти 30 лет. Я понимаю. Так вот, и вот вы мне ответили, значит, вчерашнее мое размышление, вот оно. Значит, мы медленно запрягаем по-русски, но потом все-таки едем. Так что, за эти, с 95-го года, вот, вы предъявили этот фильм, где-то рефлексия в таком мощном виде имеет место. Это очень бодоражит, конечно, невероятно, потому что да, актеры очень хороши, ну, просто очень хороши. Бабурия это, конечно, она несет в себе великий соблазн. Как она играет это совершенно филиграбно. Понимаешь? Она же и Марину соблазнила, и сынка соблазнила, и только Кристина осталась верна себе, да потому что она самый сильный, самый и, в общем-то, глубоко верующий человек. Вот в чем дело. Ну, не так, как это не святоша, такая вот, как эта бабуля лукавая, а вот истина. Вот это мои совершенно такие эмоциональные ощущения после кастин. Напиши Татьяне сейчас, что она носитель великого искушения. Видели бы мы эту бабулю в жизни. Да. Фантастическая абсолютно женщина, совершенно не похожа на себя в кастин. В смысле, актриса? Да, да, да. Ну, конечно, она никакая не бабуля. Не бабуль совершенно. Ну, конечно. Да, ураган. Маленькое мнение можно? Нужно. Не вопрос? Да, конечно, можно. Ну, я обычно выступаю так, что хорошо, чего об этом говорить, оно очевидно. А вот есть у меня два замечания по поводу вашей режиссуры. Работаешь актером, замечательно. Это просто удовольствие. Ну, вот по поводу киноязыка, мне кажется, у вас там есть такие моменты, которые, честно говоря, вы не осмотили. Для того, чтобы скаковать два эпизода, совершенно мне нужно затемнение. Вы знаете, такой грустенький, вроде бы, прием, но я не вижу, что он не современный, а просто он несколько искажает ритм повествования, особенно к концу картины, когда назревает, так сказать, некая позинация, я спотыкаюсь, что все время будет затемнеть. Вот я бы вам советовал на будущее не злоупотреблять штыки как бы прямые, в смысле перенос из одного пространства в другое. Сейчас зритель уже привык к этому как нормальная вещь. Ему не нужно эту запятую или там... Вы видите, это, видимо, еще что-то студенческое еще, видимо, в первой фильме еще несовершенном. Мне было достано. Все, так сказать, хорошо сделано, хорошо снято, замечательно играют, еще раз повторяю, все, и вдруг вот эти... Это все от страха. Все от страха. А что, вы дожили за полнометражные картины с хорошим... Все, я в следующей полнометражной картины ни за что сделать. Я буду о вас думать, и ни за что, никакими темами. Потому что вы, знаете, как я говорил всегда, с вами студентов, творческая наглость. Да, конечно. И никогда от нее не откажут. Не бойтесь вы ничем. Более вы уже грамотный человек. И второе, ну, это уже проблема женской контролюбии. Так, сейчас мы с вами поговорим. Нет, там узнать три финала. Это типично для женщин, которые берутся за режиссуру. Это сексизм. Чтобы я не расслышался, почему это аудитория. Нет, по гендерному вопросу вообще можно порассуждать, когда читался того, я не понимаю вообще, так сказать, что случилось в фильме. Три финала и значит, и подряд до эпилога один финал. Казалось бы, все историю все запкнулось, созданно, рассказано, и автор высказался. Вы понимаете, финал это последний высказан. Так отвлекаясь немножко в сторону, сейчас очень многие фильмы, кстати, и наши, и другие, страдают вот этим отсутствием финала. То есть, это авторы в конечном счете не знают, для чего они делали это. Появляются все финалы, финалы, главные герои, крупный план, размышления, как? Ну, это такие протезы. вот, а у вас, значит, и вы еще добавляете эпилог, и там каждый из говорящих является финалом. Мне казалось, что вполне было бы достаточно высказывания собственно, героини последнего. Там как бы действительно все совершается. Больше мне ничего не надо слышать. вот только думайте над этим. Понимаете? Иногда ISi юные 哈哈 не зная как закончится. Ну, вы знаете, я же думала над этим. Думала. Думала. Уже думала. Уже додумала. И вот закончила так, как закончила. И поставила точку. Вы знаете, наверное, уже нет. У меня нет такого ощущения потому, что внутри нет я наоборот мне кажется внутри у меня нет такого ощущения потому что наверное да это то, что я согласны Возможно, это выглядит, как будто бы я ушла из зала, прибежала, что-то еще договорила. Вы уже встали, я прибежала, еще договорила, а потом еще договорила. Но мне очень важно было договорить. И поэтому мне очень хотелось именно то, что я договорила, договорить. Видимо, мне вот казалось, что вот так вот все поймут лучше. Вот еще чуть-чуть, и возможно, это потому что я женщина, я это не скрываю. Да, понимаете, это, конечно, мое личное ощущение, хотя некоторые могут меня накопить за жизнь, что вот эта попытка доживать до конца, чтобы уже у зрителей никаких вопросов, никаких размышлений, то, что называется «последействие» фильма, вот вы его пытаетесь договорить вот в этих дополнительных финалах, ну, мне кажется, это лишнее. Да, этим зрителям немножко такая интрига. Пусть уходит и думает, да, да, ага, ну, вот тогда. Это сложная штука, но на это можно очень обращать внимание. А так все, я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Разрешите с ней не согласиться. Коллеги, еще есть вопросы, потому что у нас не так много времени, да, можно? Достаточно глупый, может быть, вопрос. Ну, я смотрю кино, и для меня документальное кино, художественное, но в таком формате довольно новое. Вот вы показывали дважды воспоминания Сережи, и вот с темнокожими людьми, абсолютно одинаковые, ну, как бы повторы. Первое и второе, ну, прям под копейку. Вот мне интересно, это стремление, как показано, ну, добиться от зрителя какое-то напряжение, или вот какой-то художественный трюк, который, ну... Это художественный трюк. Что именно хотели вот этим донести? Ой, вы знаете, донести я хотела всем фильмам. И чтобы донести всем фильмам, мне нужны были эти элементы. Я так вижу картину в целом. Я не могу сказать, что я ставила вот конкретный эпизод для того, чтобы вот этим эпизодом что-то добиться именно в этом эпизоде. Существует все только вместе, вот только в целом можно на это смотреть целиком. Я про то, что они оба повторяются. Да, но это, да, конечно, сознательно, совершенно не случайно, не просто время затыкали. Художественный прием. Спасибо. Хотелось бы спросить в качестве зрителя. Что было в коробках? Прописала это в Яблонске. Почему? В коробках. Ну, там же есть ответ на этот вопрос. Да? Конечно. Ну, у Яблонска есть. Прямо, до слов. Почитайте. В пьесе есть. В фильме нет. А там у вас в коробках... Нет, это в пьесе есть. В пьесе есть. Открыл, что там? Открыл. А там бухло. Да. А там бухло. Здесь нет этой реплии. Да. Открыл вторую, а там... А там... А там сигареты. Да. Зачем в таком количестве бухло и сигареты отцу Владимиру? Да. Это в пьесе есть. Ну, примерно так и думаю. Ну, потому что они об этом говорят до этого, вот, если бухло и поясни. Что там? Сигареты можно уже обойтись без этих пояснений, потому... Потому что это не важно. Давно, сену, если не ест. Чем торгует у вас главная церковь. Да. Нет, это как раз хорошо, что мы не знаем, что в коробках, но мы спокойно догадываемся. Да. Мы же в инфрационном поле живем. Конечно. А там... В реакции этого героя, отца, можно понять, что там и вот разочарование, и открытые глаза, потому что там что-то неладное делает. Ангелы показывали еще, скажи. Начали мы с фестиваля движения, первый раз показали на фестивале движения. Потом мы получили. В мае, в мае получили, конечно. Я не могла, к сожалению, приехать на этот фестиваль, потому что я была в роддоме. Вот, и поэтому... Поэтому у меня не было в сале. Вот, мы получили даже лучше сценарий и за актерские работы. Актерские актерские? Да, сам просто. Потом номер КФ был. А, нет, потом зеркало было. Да, зеркало. Там нам дали выбор молодых. Потом номер КФ. Что там тут? За лучший дебют, по-моему, и лучшие... Новые лица, что-то такое. Что еще было? Оренбург. Оренбург. Сейчас вот Смоленск, Екатеринбург, Анапа. Там еще пункт будет показать. Будет, да, да. Вот сейчас. Параллельно. По звукам Феникс? Да, 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 параллельно. Там же фестиваль актеров и режиссеров. То есть вы актриса. Я не актриса. А почему? Фестиваль актеров и режиссеров. Нет, обычно через дефис. А, да? Да. Ну, тогда, видимо, это мой фестиваль, но я не дам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.